Я Лариса Гузеева. Это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас три жениха. Игорь, Павел и Андрей. А невеста у нас Любовь. Красавица, проходите. Любовь. 31 год. Переехала из деревни к городскому жениху, но принять правила столичной жизни не смогла. Любовь по образованию продавец. Гордится тем, что вопреки наставлениям родственников стала не дояркой, а бизнес-тренером. Предупреждает, что из семьи потомственных скоморохов. Признается, что у нее два папы. Любовь никогда не обратит внимания на слишком культурного мужчину и не составит партию милиционеров. Выйдет замуж за свободы любивого брутального байкера с душой скомороха, открытой второй чакрой и деревенским происхождением. Любочка, какая вы красивая. Сколько у вас здоровья. С кем вы? Это мой папа, это моя подруга. Так из какой вы деревни, Любонька? Я родилась на краю Вологодской области. Это Тверская область, на самом деле, на краю Рыбинского водохранилища, деревня Бухарова. И какая самая востребованная профессия в вашей деревне? Ну, какие профессии? Их немного. Доярка, вот, пастух. Господи, неужели это еще есть на планете Земля? Как это ласкает слух. Да, таких сейчас профессий-то особо нету. Практически сейчас мало же таких вещей, короче. И вот вы сознательно лишили себя, да, этих профессий и пошли работать продавцом. Почему вдруг? Ну, дело в том, что мои родители, как и во всех деревнях, наверное, выпивали. И я вот, когда была маленькая, я смотрела, я вот не то, что я мечтала, я точно знала, что я не буду жить так, как мои родители. И в девятом классе весной я попросила маму своей одноклассницы подать заявление, чтобы обучаться. А ваша мама была против? Моя мама, ну, когда я ей сказала, что я буду учиться, она мне ответила, ишь, что удумала, в нашей семье никто не учился, и ты будешь дояркой. Ну, наверное, настойчивая, раз он добил из своего. А расскажите, что это за история с двумя отцами? Владимир Николаевич хочет рассказать. А почему вы его не называете папой? Владимир Николаевич? Ну, физически я просто не могу называть обоих отцов папами. То есть вот того я называю папой, потому что я когда там себя осознала, я его видела, это папа мой. Потому что мама вышла замуж беременной от вас. Да. А что же вы на ней не женились? Ну, так получилось. Женатый был? Нет. Ну, а почему тогда не женился? Ну, Шура, мать, она уехала, вот. А я в это время в армии был. Как-то уже приехал, это самое. А там уже ребеночек готовый? Да, уже готовый. И замуж. Сколько вам лет? Мне? 59. Эка бы ваша жизнь-то бы болтала. Почти родина ровесника, как папка. Ты мог бы отца свой назвать по имени участия? Нет. Нет, я тоже не только называю своего отца, по уважению, как батя-отец. А вот тот папа, который женился на вашей беременной маме, хороший человек? Очень хороший. Я даже расскажу. Ну, они оба выпивали, но мне очень нравилось то, что они были очень дружные. И папа имел большое, огромное терпение. Я очень благодарна ему, потому что мне казалось, что даже мама иногда на меня там что-то срывалась, а папа всегда-всегда за меня заступался. А кто больше пил, мама или папа? Да не было такого. Они просто дружно получали зарплату и дружно пили. Ну, то есть они дружно жили. Не дрались после этого? Нет, нет. Вот в отличие от других семей, когда-то... Им просто было в кайф, им нравилось выпивать. А до детей до вас было дело? Ну, на самом деле, знаете что, с третьего класса со мной перестали заниматься уроками. Ну, то есть до третьего класса, я помню, заставляли учить таблицу, а после этого мама даже не ходила. Слушайте, я так вас пытаю, как будто сама не из провинции. Все, я знаю, как все это происходит. Родители на работе, дети хлеб с маслом, сахаром сверху посыпал и пока не загонят. У нас как говорили, Альбин, ты свою загнала уже? Она говорит, нет, еще где-то бегает. Лариска, домой. Нас загоняли домой. Все это знаю. Поэтому, если хотел сам заниматься музыкой, сам шел и записывался в музыкальную школу. Хотел заниматься спортом, записывался в спортивную школу. В нашей, конечно, деревне... Ну, вообще, я ходила даже в школу за 10 километров. То есть я утром вставала после 100, два часа шла. Но зато мне... Знаете, сейчас я вспоминаю это как благодарность Бога за то, что это было. Потому что, смотрите, весна, каждый раз свет мой. Я иду, и на моих глазах потухает небо. Вот, хрустит снег, еще вот это, да. И, ну, встает солнце. Вот последняя звезда как бы, ну, то есть потухает. И солнце встает. И так каждый день. Детка, откуда у вас этот романтизм? Откуда? Вы совсем другая. Вот как просто, как Фаина Раневская говорила, талант, он же как прыщ. Ему он где захочет, там и вскочит. Вы абсолютно особенно. Вот если бы вы родились в другой семье, вот так пофантазировать, да, если бы в вас вкладывали, вы могли бы стать, например, актрисой. Кстати, я училище тоже раньше ходил пешком. Мне больше нравилось. А мама умерла от того, что пила? Да, ну, это очень интересная, конечно, история. Она до сих пор у меня, ну, переживается особенно. На жутко. Потому что дело в том, что у меня мама и бабушка умерли на одной неделе. Я тогда работала еще в своем городе, город называется Висегонск, вот, и поступило сообщение, что умерла бабушка, все, мы похоронили, приехал папа, а мама в этот момент была закодирована. И вот пока папа охранял бабушку, он приезжает домой, вот, а там мертвая мама. Ну, то есть она, ну, вот, как бы вот лежит, вот, ну, сидит, в общем, она так и умерла. Вот, ну, мне пришла телеграмма. А вам 20 лет на тот момент всего? Да, где-то было мне 20 лет, вот, я не смогла в этот день поехать, потому что у меня была работа, не отпустили, а следующий день поехала, или даже через день, вот, и я приезжаю, и здесь меня, конечно, ну, то есть, вот, ну, какая ассоциация? То есть она как три дня пролежала в этой позе, да? Да, дело в том, что я когда ехала, я думала, ну, как, сейчас встречу в гробу, все хорошо, ну, как обычно, приезжаешь на похороны, но когда я зашла, я вот так вот встала и просто понимаю, что надо что-то делать. И в моей голове просто в этот момент тысячи мыслей. Так, где брат, где телефон, где все? Ну, я, собственно говоря, обзвонила морге, то, сё, пять лет, у меня не было ни одной секунды присесть. Потом... Дедка, а где же был прекрасный папа? Я не знаю. Они сказали, что они боялись, то есть вот она лежит, и они думают, что... Вдруг оживет. Да, вдруг оживет. Они не верили до такой степени, что она мертвая. Но он, наверное, все-таки не очень раз в такую ситуацию вас мог погрузить. Я, наоборот, стала благодарна судьбе за вот эти, за испытания, потому что ведь это опыт, это делает меня сильнее. Ну, конечно, странно, почему папа не помогал. Ни один, ни второй. Ну, хорошо, давайте теперь про любовь. Ничего хорошего, конечно, нет. В столичного парня влюбились. Ну, да. Никчемный оказался мужичонок, да? Вы знаете, тут даже дело не в мужичке никчемном, а в том, что я вдруг для своей жизни осознала, что это не для меня. Ну, то есть вот рутинная работа. Я утром шла на работу, вечером возвращалась с работы. И я однажды вечером задумывалась о том, что неужели у меня вся жизнь так пройдет, вот, скажем так, в бытовухе. Потому что в выходные я стирала, убирала. Ну, то есть, как обычная женщина... Он помогал хотя бы вам? Ну, вы знаете... А он пиво, наверное, пил у телевизора. Он был неплохой человек, как человек. Он добрый, он не ругался, но он пиво. Да, он телевизор, пиво. Ну, он, знаете, он не ждал чего-то такого особенного. А я не могла так жить. Мне было очень скучно. А замуж-то не предлагал? Ну, официально оформляться пока не предлагал. Дом, работа, работа, дом. Надоело. Мне кажется, это неправильно. Да. Все так делают. Ну, там, знаете, была такая история с тетей, когда вот уже там мы расставались. Тетя мне говорила, ага, ты приехала из-за нашей квартиры, хотя у меня таких помыслов вообще не было. И вот однажды вы задержались на своей работе. Да, я пошла на работу, но я их не предупредила. Они подумали, что я куда-то пошла гулять. И, собственно говоря, я прихожу. Они... Ну, в общем, мы поругались. И они... Николян подумал, что вы загуляли где-то с кем-то. Да, да. Он вас приревновал и выгнал. Ну, скорее, там не он, а тетя. Но был такой именно такой. И вот вы без скала и двора, в ночь, с вещичками. Ну, на самом деле, на тот момент я познакомилась с девушкой по роду это цыганка. Вот. Очень хорошая подруга. И на тот момент я пошла к ней жить. Ваша жизнь напоминает историю героини Карнавала, фильма «Карнавал». Вот если бы вы дописывали этот сценарий с вами, какой бы был финал? Ну, о вашем финале говорить рано, но какого развития бы хотели для себя? Знаете, я бы хотела продолжить свою родовую традицию. Вот у меня в роду я так стала сейчас наблюдать скоморошество или какая-то игра, или что-то такое необычное в обоих родах. Мне это нравится. Я вижу в себе некоторый талант, скажем так, именно скомороха, именно внутреннего состояния своего. Вы что вы можете? Вот если бы, например, вот сейчас... Я бы организовала домашний театр. Знаете, скоморошный, скоморошный домашний театр. Давайте так. Чудо на Первом канале происходит всегда. Вы пойдите на сцену. Вот что вы можете? Покажите. Есть минута. Вот ваша минута славы. Музыка? Сейчас прошу. Господин режиссер, будет музыка? Ладно, хорошо. Я немножко потанцую, а потом я немножко попою. Так можно? Да, можно. АПЛОДИСМЕНТЫ До саду дерево взлетет, а Казакова по ходу придет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А теперь попойте. АПЛОДИСМЕНТЫ Если ехать, если ехать, так по полю с бубенцом. Если ехать, так по полю с бубенцом. Если ехать, так по полю с молодцом. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Проходите. Задатки голоса есть, конечно, но не эстрада никак. Максимум караоке. А можно мне вот узнать, значит, вам нужен мужчина, который вам вторую чакру откроет. Это где? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, мы, наверное, вместе откроем вторую чакру. Вторая чакра находится вот здесь. Вот здесь. Здесь находится сердечная чакра. То есть вы сексуальную чакру хотите открыть? Да, именно эту чакру. А она ваша закрыта? Я работаю над этим, ну, то есть обучаюсь этому там. Слушайте, обучите меня. Может, у меня тоже что-то закрыто? Это климакс называется. Нет, климакс закрыл тебе эту чакру навсегда. Ладно. Только в детях теперь ты можешь состояться. А хорошо. А вот вы не хотите, значит, вы хотите, наоборот, мужчину в свободном рабочем градике, не привязан к одному месту. Это бандиты, что ли? Нет. Ну, знаете, мне бабулечка говорила, да, тебе подойдет бандит. Почему? Мне кажется, да, вот я там не встречала, может быть, много бандитов или вообще не встречала, но мне кажется, что бандит это на самом деле очень порядочный и хороший человек, который никогда не обидит. Да тьфу на вас сто раз. Вы Рубин Гуда имеете в виду? Или солдата, который ребенка не обидит? Кому вы имеете? Бандит, вы знаете, я не имею в виду, как вот бандит-бандит. Я описываю лишь качество этого человека. Он не обязательно должен быть бандитом. Просто этот человек более свободный. У него нет стереотипов. Вот что мне не нравилось всегда... Ну, побойтесь Бога. О чем вы говорите? Бандит это тот, кто грабит, убивает, нарушает закон. Это он не действие. А какой он? А разве человек познается не по поступкам? Что значит какой? Ну, может быть, голубоглазый, блондин. У него может быть какое-то совершенно романтическое хобби. Но сущность его от этого не меняется, потому что он совершает злодеяние. Вы же взрослая девочка, он 31 год. Вот бандит, который совершает злодеяние, конечно, мне не нужен. А что это за бандит? Он ничего не делает плохого, да, против закона? Это же не бандит уже получается. Любань, вы знаете, чтобы быть счастливой, надо реализоваться как женщина, как жена и как мать. Потому что все-таки мы в социуме живем. Поэтому я очень, и я буду всячески стараться вам подбирать мужчину, который в своей профессии, ну, вот прям специалист-специалист. Пускай это будет хорошая, мужественная профессия. Военные, кстати. Учителя самые мужественные. Врачи самые мужественные. Вот через это придет уважение к мужчине. Родите детей, вам уже давно-давно пора рожать. Будете сидеть с дитями, растить, школа потом, выпускной и так далее. Да, да, да. Для этого она уезжала из деревни. Любочка, мне кажется, что вы цепкая, хваткая, сильная, хитренькая, очень хитренькая, очень-очень хитренькая. Все знаете про эту жизнь. Мне кажется, вы свою звезду не упустите. Все то, что намечено и то, что вы сами себе наметили, я же не просто так спросила про продолжение карнавала. Вы получите и даже с плюсом. Мне за вас совершенно не страшно ни одной секунды. В хорошие руки и девочка станет реальной стервой. А что звезды, Тамарочка? Самое главное, есть вот два момента. С одной стороны, вы хотите свой дом и прочную семью. И дяд противного, да? И вы построите, это вам повезет. А с другой стороны, вам невероятно хочется свободы. Вы не выносите, когда вас ограничивают. Это так. И поэтому мужик вам нужен абсолютно асоциальная личность, но прочный, добрый и сильный. Типа сел и можно посвободный. А давайте уже идите знакомьтесь с первым женихом. Здравствуйте, Любовь. Меня зовут Игорь. Надеюсь, мы сегодня с вами зажгем, так как я пожарный. Очень приятно. Пойдемте, пойдемте. Проходите. Игорь, 36 лет. Пожарный. Гордится своей профессией. Мечтает открыть свой мотобар. Предупреждает, что может внезапно уехать на фестиваль байкеров. Признается, если случается пожар, бросает все и борется со стихией. В молодости Игорь встречался одновременно с шестью девушками и был пойман с поличным. А в зрелом возрасте сам оказался обманутым. Надеется, что любовь будет ему верна. Игорь Ильич, ты такой пожарный или байкер? Я и то, и другое в одном лице. А в душе кто? Ну, в душе все-таки, наверное, и байкер, и пожарный, так как это моя профессия с детства. А байкером я, грубо говоря, стал с 99-го года. Хорошо, Игорь Ильич, а как вдруг умудрились встречаться одновременно с шестью барышнями? Ну, как бы так, любильный человек я. Любил с девушками общаться так. И, конечно, мне это одновременно сбоку вышло, так как меня спалили они. Я возвращался с одной из... С новенькой, да, седьмой с леса. Тут шел друг, он как хотел ко мне домой зайти. Увидел, что там девушки стоят. Кто-то покуривает там, кто-то покуривает там, да, нервно. И он побежал в сторону, как, ну, дом пошел, а тут как раз из леса возвращался. Он мне подходит, говорит, Игорь, я бы на то место домой не ходил. Я говорю, а почему? Ну, там, говорит, все твои барышни собрались. Я говорю, как все? Да вот так. А чего вы в лесу-то делали? Прогуливался, гулял. Я люблю лес, природу люблю. Грибы избирали. Ну, так, да. А чем жена-то отомстила? Ну, жена уже мне после была, да, это я как бы... Тогда еще не женат был. Когда женился, ну, вот так сложилась судьба, что она мне изменилась приятельность моя. Какой ужас, как узнали? Ну, как, мне ребята подсказали, говорят, ты готов, готов. А получилось так, что в этот момент дежурил на сутках, ну, уже утро с меня, смена была. И мне люди говорят там, ну, ты готов вы видеть своими глазами? Я говорю, ну, готов, наверное. Ну, я там отпросился, съездил, зашел домой, посмотрел на всю эту картину и на утро... Не подрались, нет? Нет, а зачем? Надо уходить красиво, зачем? Смысл? Надо быть в семье, а не монтоцикли гонять. Ну, я думаю, вам 36 лет, детей нет, в следующих отношениях вам должно повезти. Игорь, а куда вы жену-то приведете? Да, у меня дочка от брака, 7 лет. Как вы относитесь к детям, не вами рожденными? Я постараюсь подружиться, если что. А вот вы же не москвич? Нет, я не в Москве, я с города Орла. Орел. А что у вас там, куда жену приведете? Ну, я сейчас дом все строю в Орле специально. А вы поедете из Москвы? Я буду думать над этим вопросом, потому что мне нравится в Москве именно скорость жизни. Вот, но поехать куда-нибудь жить в другое место, если все есть... Люба, послушайте, вам 31 год. Пришел жених, дом строят в Орле. Мы что здесь... Что у вас здесь... Что у вас здесь... Работа, хоромы свои. Что у вас здесь есть? Ничего у вас тут нет. Прям вперед и с песнями. Улыбаемся и говорим. Я вся ваша. Роза, я бы вопрос по-другому поставил. А что у тебя есть? Что ты можешь дать? Хотите замуж? Попробуйте стать стройными. Вам в помощь диета Елены Малышевой. Набор готовой еды для снижения веса. Просто ешьте и худейте. А давайте мы нашей невесте покажем ваши профессиональные способности. Может, у меня как раз вторая чакра-то откроется. Но вы все как второй. Вторая чакра. Мне дружить не ровно. Я работаю пожарно. Основная задача моей работы – это спасение людей. Улучшение пожарных времен вооружений. Для улучшения боевых навыков и физической выносливости мы отрабатываем драматику поисков. Как мужчине идет, мужская профессия. А ты сейчас зарплата как на чего? Зарплата нормальная. Я все время конкретику люблю, сколько по деньгам. Лариса говорит, на что хватает. Ладно, на что хватает? В принципе, нормально хватает на все. На алименты и на жену? На алименты, да. На все хватает. Если я могу, я еще помимо этого могу захотеть заработать. Мужчина как бы должен... А дачка есть? Нет, дачу нет. Я место дачи сейчас на место дачи строю дом. Сколько километров от Москвы находится? 360 километров. То есть это на машине сколько времени ехать? Пять часов где-то. Вы на работу что-то собираетесь ехать с утра? Я езжу, я, например, к дочке езжу нормально. На всякий случай спрашиваю. Я к дочке езжу постоянно, практически каждую неделю. А сколько лет дочке? Семь лет. А как зовут? Лиза. Елизавета. Красиво. Пять лет села на мотоцикл тоже. Сейчас папа, что папа-то она любит. А ты на мотоцикле ездишь? Да. То есть байкер? Я же байкер, да. Ясно. А на фестивале участвуешь? Конечно. Пожарник. Пожарный с байкером, мне кажется, это немножко несовместимо. Я вам секреты открою. У нас Игорешка-то в Москве живет, да? А дом в Орле строит. Потому что пока вам еще ездить никуда не придется. Да, мне еще надо здесь заработать до конца. Вы знаете, что у вас есть при бонусе? Общение наедине, семейная тайна и скелет в шкафу. Что вы выберете? Скелет. Хорошо. Я думаю, вы девушка бесстрашная. Переживете любой сюрприз, любую неожиданность. Ух ты, какая картинка красивая. Это открыватель второй чакры. Это ваша, да? Нет, я просто иногда, бывает, люблю на фестивалях. Иногда вниманием пользуюсь, там, девушке-стрептизершу ко мне. Я могу, с ними надо станцевать танец. Бывает такое даже. Приват? Ну, не приват, но так. А я думаю, сюрприз будет с этим связанным? Нет. Неужели. Жаль. А почему? Между прочим, пожарник – это герой почти всех фильмов для взрослых. Да, жаль. Ну, хорошо, теперь сюрприз показывайте. Вы хотите пригласить? Любовь, я так как работаю пожарным, я вас хочу научить пользоваться унитушителем. Вы умеете им пользоваться? Нет, класс какой. Сейчас мы вас обучим. Берем вот сюда, аккуратненько, подальше руку вот отсюда, потому что будет холодно. Наводим. Нажимаем. Так можно вот так? Да, да, да. Любовь. Я хочу разжечь в вашем сердце такое пламя, которое бы ни один пожарный в этом мире не смог его потушить. Спасибо вам. Спасибо. Как это было красиво. Спасибо. Проходите. Спасибо. Марина, как вам жених? Мне жених понравился. Ну, в плане, не мне, а как избранник для Любы. Он такой мужественный, но при этом безбашенный, да, в каком-то плане. И мне кажется, очень ей подходит. Как вам, будущий зять? Ну, мне напоминает молодость и вообще у нас с ним есть. Тоже в молодости, походу, отрывался. Да, но молодость я тоже зажигал, наверное, молодость тоже. Как вам, жених Льва? Знаете, мне в нем понравилась какая-то такая внутренняя искренность. Он вот сам по себе добрый, хороший человек очень. Такой теплый, с ним приятно общаться. Роза? Ну, значит, смотрите, с рабочим графиком тут все понятно. Сутки через трое подходит, я так думаю. Не привязан к месту, пожары в разных местах происходят. Тоже, в общем-то, тоже нормально. А с чакрой, я так поняла, у него вообще все прекрасно. У него вот сердечная чакра открыта очень хорошо. И сердечная у него открыта, и все, которые есть, все открыты. Так что, ну, вообще совпадение даже уже по трём, но надо брать. Ты прям всех поразил. Хороший парень, но не очень простой, конечно, потому что действительно вот стремление к экстриму очень большое. И это показано в его карте. Марс в сердце Солнца. Это редкий показатель. То есть энергия бьёт ключом. И по жизни вот это метание между законом и, скажем так, стремлением показать свою свободу, оно будет всегда. Плюс ко всему, конечно, я не знаю, что там с шестью женщинами, я хотела как раз задать ему вопрос. Вот при таком показателе, когда человек ищет идеал по жизни, всю жизнь, да, женский какой-то, и мечтает о большой любви, о женщине, которая может всё. У него вот это в карте. Ну, если выберет вас, получается, что вы идеал. Ну, как ты думаешь, мы нормальные пацаны, не? Я думаю, всё-таки мы на коне. Мы на коне. Точнее, ты на коне. Встречайте жениха. Здравствуйте, Люба. Меня зовут Павел, я из города Орёл. И надеюсь, что к вашим великолепным песням сегодня присоединятся ещё и танцы. Павел, 37 лет. В прошлом этаман города Орла. Сейчас работает преподавателем в сельской школе, гордится званием подъясаула и членством в казачьей организации. Мечтает создать родовое поместье. Предупреждает, что живёт по-спартански и не любит роскошь. Супруга подарила Павлу сына, но подарить ему забота и внимание в трудную минуту не смогла. Надеется, что любовь будет с ним рядом и в горе, и в радости. Разрешите преподнести всё-таки подарки, ради чего всё замысливалось? Конечно, разрешает. Начну, Лариса, с вас. Ой, нет, я не люблю это. Давайте на Тамару. Ей прямо вот такая мантия красота. Нет, Тамаре нет, Лариса. Нет, Лариса, интересно. Тогда вот можно вот сюда на кресло. Тем более меха от Орловских батарей. Я думаю, что большим всего подарок понравится Розе. Это моё точно. Вот. Ну, чтобы доходчивость, сын всё объяснял. О, хороший подгон такой. Так, и Тамаре, скажем так, тротовательнице душ, чтобы было совсем доходчиво. Тем более, действительно, встреча просто неописуемая. Вот. А теперь перейдём, ну, наверное, всё-таки к невесте, да, ради чего мы здесь все и собрались. Чаша, вот эта, называется Братина. Пришла она к нам из Скандинавии, переняли её русские богатыри, то есть как символ общего застолья. Из трёх видов напитка мешался основной напиток. Минут на 40 лекция. Нет, это квас, это виноградный сок и смородиновый сок, как символ русского богатырства, русского духа или муромца, который пленил на реке Смородинки соловья-разбойника. Ура. Да, интересный подход. Задарить их подарками. Спасибо. Класс, класс, конечно. Ну как? Ну, натурально. Ключница делала. Можно поставить, да? Хорошо. Хорошая женя. Бывший атаман, который преподает в сельской школе и гордится званием подъясаула. Это про вас всё, да? Да, Лариса, но это ещё не всё. И как вы сейчас совмещаете? Колбаска будет? У меня есть ещё подарок Владимиру Николаевичу. Это богатырский шлем. Разрешите вам, Николаевич, тем более мужчина чувствуется здоровый. Вот, раз такую дочь родил. Ничего, что у папки перелом второго шейного беззвонка, правда? А, мы не знаем. Не страшно. И, конечно же, натуральная богатырская кольчуга. Это для себя? Владимир Николаевич, ну, пожертвуйте ради счастья дочери. А что там? У неё два отца, одни можно пожертвовать. Я люблю обоих одинаково. Они цены для меня... Как жилетчик. Она лёгкая. Двадцать пять, тридцать килограмм. И теперь уже шлем. Да хаще я похож. Бессмертного. Ну, как-то так. Присаживайтесь. Хороший зятёк, добрый. Дедушка сейчас тапу упадёт. И как вы всё это совмещаете? Дети, наверное, вас любят. Ну, с учётом того, что Таша уже 20 лет педагогический, и работая с второго курса пединститута, то, наверное, любят. Скажите, а про любовь, что жена у вас была? Была. Была жена. Может, пожалеем дедушку, снимем с него кольчугу, а то он прям уже сидит, уже росточком стал меньше, и что-то там позвякивает. Нет, а очень хорошо смотрится, очень хорошо. Это, как говорится, общение с будущим зятем, да, такое? Вот так облачались древние витязи. Сам-то, небось, не облачился, а девочку несчастного. Хотя какой дедушка, Роско, твой ровесник? Нет, ну какой 59 лет дедушка? Итак, вы женились. Да. Было дело. На деревенской? Практически. Девушки. А ваши родители интеллигентные? Ну да. Чьи родители были против вашего брака? Ну, скажем так, её больше. Почему? Ну, говорили, что она мне не пара, вот, то есть, нужен. Мужчина более, наверное, работящий, что ли. Она студентка, я студент. Вот. И всё закончилось тем, что через два года она забеременела и родила. И после родов она уезжает к своим родителям. И когда я приехал, через полгода после, у меня оставалось доучиться три месяца, то есть, через три месяца... Ну, это очень много, конечно, для молодой пары. Да. То оказалось, что уже, как бы, я стал лишним немножко. Ну, действительно, что за мужняя жена, которая живёт отдельно от мужа, с родителями? Ну, я понимаю, две недели после родов, но... А что с вами случилось? Почему? За что вас избили милиционеры? Не трезв был, честно признаюсь, хотя отношусь к алкоголю отрицательным. Но под хорошую закуску и большие праздники. И вы избили вас до такой степени, что вам пришлось месяц лечиться, у вас было воспаление головного мозга? Да. Жена к вам приезжала? К сожалению, нет. Она приехала за всё время один раз. Вот, то есть, очнувшись на больничной койке, видел только мать рядом с собой. Вот так. Вообще женщина очень тяжело. Моромальными, которые вот так поддерживали, как сидели. А вот вы что называете роскошью? Живёте просто... Нет, он ненавидит, он ненавидит роскошь. А что роскошь-то для него? Вот я, например, её ненавижу, потому что я никогда не жила в этой роскоши. Поэтому я её ненавижу от зависти. А вы жили в роскоши, чтобы её ненавидеть? Нет, ну, скажем так, я жил лучше, чем среднестатистический россиянин, будем так говорить. Да? А откуда у вас были такие возможности? Ну, начнём с того, что у меня отец был первым секретарём райкома. Опаньки! Вот оттуда и с вами дружу. И что? Это Лариска не дружит. А что, на месте на сегодняшний день? Вот. Дело в том, что, сами понимаете, рождённому в СССР очень сложно иногда какие-то моменты воспринимать сейчас. Тем более нас научили любить родину. Ну, всё в порядке у вас с деньгами, как я понимаю. Да. Я занимаюсь любимой работой. Деньги есть, он просто ненавидит. Понимаешь? Правильно. Зла не хватает, да? Зла. Идёшь в магазин, зла не хватает, да? Казачок, ближе к деревне. Она тоже из деревни. Поймут друг друга, наверное. Вам нравится, Любочка? Да, безусловно. Любовь вам нравится? Вы человек откровенный. Нравится, Павел? Павел мне нравится своим внутренним... Вот что-то у него есть из его корней. Мне вот это нравится. Что у него есть из корней? Объясните мне. Я знаю, какие. Ну, у меня есть, кстати, пара вопросов. Что вы со своей второй чакрой? Вот я вижу больше, у него, например, открыта солнечность. То есть он улыбается и улыбается... Это где у него? Ну, как где? Вот вокруг, везде. Я вижу. Вот он улыбается и улыбается искрой. В первую очередь. И мне нравится, что у него есть... Вот казачья традиция, она очень близка с русской, славянской. Он не имеет отношения к этому, но ровно не особо. Почему у него, может, традиция есть? Ну, какая традиция? Да, давайте, хотите узнать его традицию? Я вас ничего не сбила? Нет, очень хочу. Нет, ну, традиция у нас немножко не казачья, естественно. То есть у нас есть, наверное, традиция как раз учительская. Третье поколение подряд у нас рождается будущий педагог. То есть я сейчас третий, как бы у меня вот растет сын, и я надеюсь, что он тоже свою судьбу с учительством свяжет. Ну, только в плане спорта, скорее всего, это что-то будет. А что вы преподаете? Какой предмет? По образованию я историк и преподаватель обществоведческих дисциплин. Как моя мама. Ну, вот видите, как хорошо. А по факту я на сегодняшний день тружусь преподавателем-морализатором ОБЖ. Хорошо, хоть по ОБЖ, а не по истории. А то, мне кажется, историю дети бы не знали, наверное, так, как должны знать. Хотите быть стройными и привлекательными? Попробуйте диету Елены Малышевой. Здоровое питание и стройная фигура. Просто ешьте и худейте. А я очень хочу посмотреть на сюрприз. Ну, если вы не против, то я с удовольствием. Единственное, нужна минута для подготовки. А я-то думала, что кольчугу он наденет на вас и шлем, как на девицу Александра Невского. А что, много у нас женихов вон-то такое холодное оружие дарили-то? Нет, ну я совсем серьезно надеюсь. А отцы первой секретарей райкома. И что? А он сидит занудо, привыкает ОБЖ, роскошь он не любит. А роскошь его любит. Самая мужественная профессия. Учитель. Чего тебе не нравится? Креативный. Он папу в кольчугу одел. У папки просто уже позвоночник втрусились от этой кольчуги. Злая ты, Лариса. Я да. Распрягайте, хлопцы, коми, дай я дайте спочива. А я биду, сад, селеный, сад, Кринеченьку, хабач, Маруся, раз, два. Три калина, чорня моя девчина, Сану я врувала, Маруся, раз, два. Три калина, чорня моя девчина, Сану я врувала. Сану я врувала, Маруся, раз, два. Спасибо большое. Вы прямиком в свою комнату, а невесту нам отдайте. Не успела шашкой помахать. Мариночка. Произвел Павел на вас впечатление? Мне очень понравился его сюрприз. Хороший жених, но мне кажется, для Любы все-таки... Тут Люба начнет свои лекции, жених начнет свои лекции. И вообще так доделай, не дойдет, в общем. Любочка. Все хорошо. Вот все хорошо, и мне все нравится, и улыбка, и все. Но меня смущает немного вот это вот занудство. Потому что ему кажется, что все счастливы это занудство слушать. Потому что себя любят до обморока, просто до обморока. Если бы он мог, он бы женился сам на себе. Львы такие, мы эгоисты, себя любы, как бы там ни было. Мы любим звездить. Все это, все вот эти бла-бла-бла по поводу того, что он не любит роскошь, не любит это. Он просто, у него не получилось. Ему вам абсолютно нечего предложить. Но у меня такое ощущение, что он говорит, но не делает. Дело не в деньгах. Нет, он говорит и сам себя слушает. И думает, боже, какой я прекрасный. Какой я высокий. Какой я голубоглазый. Как я всех удивил подарками. Как он все время об этом думает. Ну, мужик-то должен быть как-то уже к этим годам немножечко по-другому мыслить. Пришел за такую барышню бороться. Ну, подарки, на самом деле, меня не смущают. Нет, меня тоже не смущает. Но дареному коню, послушайте. А за какую барышню он пришел бороться? За хорошую, за... Ты что, 31-летняя барышня? И что? Перезрелок уже просто-напросто. Ну, посмотри, какая она тружница, какая она любопытная. В чем тружница? Как мне интересно, как она познает. Не знаю, чем заняться. Она могла 58 раз умереть под коровы от алкоголизма. Она могла попасть в какую... И что, в чем героизм? В том, что она живет, то, что она победила эту жизнь. То, что она 20-летняя девчонка, не испугалась, похоронила в ужаснейших обстоятельствах свою мать. То, что она не прокляла своего отца, который ее родил и бросил. То, что она великодушная. То, что она над собой работает. То, что она не хочет жить так... Она и должна быть такой. Нет, должна и не обязана. То, что она сказала, не буду жить так, как мои близкие. Пойду туда дальше. И она пытается, она карабкаться. Может, орден дай мне. Она читает. А можно и дать. А я считаю, что Павел неплохой жених. И что им... И еще раз повторюсь, что профессия учитель хорошая. Прекрасно послушает. Я родила и жила среди учителей. Моя мама с 40-летним старшим учителем. Я знаю учителей. О чем ты говоришь? Я знаю мужчин. Барловскую область. Учителей. Поэтому ты с собой не споришь. Ты говоришь, тебе тоже нравится. А мне не нравится. А звезды нас рассудят. Но на самом деле я хочу сказать, что вы недооцениваете их взаимопонимание. Оно у них есть абсолютно. Потому что он прекрасно чувствует, что она думает, чувствует. Она понимает его внутреннее состояние. То есть они друг для друга будут зрителями? Он будет выражать ее желания. Понимаете? И реализовывать их. Я соглашусь с Тамарой полностью. Потому что действительно так оно и есть. У нас еще есть один жених. Вы прямо сейчас идите с ним знакомьтесь. Любовь, здравствуйте. Меня зовут Андрей. Я вам обещаю, что ваша жизнь со мной не будет скучной. О, спасибо тебе. Андрей, 34 года. По образованию автослесарь и экономист. Работает личным водителем. Гордится тем, что пошел в армию по собственному желанию. Мечтает о высокой заработной плате. Признается, что готов исполнить любой каприз любимой девушки. Предупреждает, что возлюбленная должна обязательно родить ему ребенка. Андрею пришлось разорвать отношения с супругой, когда выяснилось, что их семья не может быть полноценной. Надеется, что с любовью они создадут крепкие союзы. Андрюша, а почему ваша семья не могла считаться полноценной? Ну, так сложились обстоятельства, что мы с своей супругой оказались по генетике несовместимы. Такое бывает? Да, к сожалению, бывает. Мы поженились. После этого она забеременела. Через два месяца начались какие-то проблемы. Она стала себя плохо чувствовать. Мы пошли к врачам. Врачи сказали, что нужно делать чистку. Сделали чистку. После чего нам запретили заводить семью около полугода. Через четыре месяца мы все-таки решили заново ее завести. Она опять забеременела. И через два месяца те же симптомы. В итоге кто-то нам сказал, сделайте генетический анализ. Мы сделали генетический анализ. И оказалось то, что мы с ней просто несовместимы. И врачи говорят, что как вы нашли в Москве друг друга из 15 миллионов, это чудо. Оба москвичи? Да. В вашем случае, говорит, только ЭКО. Она не согласилась или вы на ЭКО? Наверное, как-то мы обоюдно к этому пришли. Но этот партнер должен быть тогда не вы, как я понимаю, если ЭКО? Да, да. В итоге прошло время, да. Мы начали ругаться. Она уехала к родителям жить. Сказала, что приедет в понедельник. После выходных в итоге не приехала. И через два месяца мы случайно встречаемся в торговом центре. Я спросил, мы разводимся? Она говорит, да. Чисто по-человечески можно пожалеть, конечно, Андрея. А вторая у вас была девушка? Были с ней серьезные отношения? Да, была вторая девушка. Мы познакомились. Мы познакомились. Вот, через полгода я ей сделал предложение. Очень необычно. Расскажите как. Ну, это было в Таиланде. Мы плавали в отеле. Я купил кольцо в Москве. В итоге я сказал, что у меня прихватил желудок. Мне нужно быстро в номер. Я говорю, ты, Игорь, из воды не выходи, я вернусь. Я бегом в номер, взял кольцо, одел на мизинь, чтобы не скачал. Я подплываю к ней, плаваем, плаваем. Я ее спрашиваю, ты меня любишь? Она говорит, да. Я говорю, сильно, да. Я достаю кольцо и говорю, ты выйдешь за меня замуж. После чего у нее пропал дар речи. Минут 30 она со мной... Кольцо она одела сразу, но минут 30 она со мной не разговаривала. Мы так и плавали. Ну, судя по тому, что сегодня вы сидите здесь, отношения не переросли в полноценную семью. Почему? Ну, я уличил ее в измене. Да что вы говорите, как? Утром на ее телефон пришла смс. Так как телефон был рядом со мной, ну, я решил посмотреть. Там была такая фраза, я доехал, все нормально, ложусь спать, тебя не хватает. Может быть, кто-то зло пошутил? Нет, оказывается, нет. Это оказалось на самом деле правдой. Ну, как вы с ней выяснили, она согласилась? Нет, мне позвонила его жена и сказала, что они встречаются уже полгода на работе. Она не стала отпираться? Нет. Кольцо вернула? Да. Андрей, вот сидит перед вами непростая деревенская девушка. Как вы считаете, и не пугает ли вас, сможет ли сложиться пара? Нет, меня это не пугает совершенно, потому что... А то, что она такая замороченная. Это поправимо. Поправимо что? Ну, поправимо. Надо голос поставить. Чтобы что? Чтобы она продолжила свое желание петь. Ну, послушайте, ей 31 год, ей рожать надо детей. А, ну, если с точки зрения этого, то да, конечно. Пора уже, причем давно. А какую зарплату высокую вы мечтаете? Миллион рублей в месяц. О, какая хорошая зарплата. Лариса, у тебя выходит? Ну, вы же сказали, мечтаете, а не получаете. Мне кажется, они не подходят совсем. Да нет, человек 8 миллионов рублей в месяц, нормально-то. Ну, Миш, у него какие-то детские... Почему? Детские реалии. А у него же чакра с фитарой, все в порядке? У него больше все-таки тоже сердечное. Мне нравится его улыбка. А образование у вас такое? Выше? У меня и средне-специальное, и выше. Слушайте, просто вот прям клад пришел. А вам Люба нравится? Да, у нее очень красивые глаза. А какие требования будут к жене? Чтобы любила мужа, так как я ее. Вот, и чтобы в доме был уют. У вас есть, остался один бонус, свидание наедине. Проходите, пожалуйста. Ну, здравствуй еще раз. Привет. Приятно познакомиться. Мне тоже. Скажи, пожалуйста, как ты любишь проводить свободное время? Я его могу проводить как угодно, лишь бы любящий человек был рядом. Тебе правда ценно уют в доме? Конечно, конечно. Это очень важно. Мне тоже так кажется. Да? Мне кажется, что женское, все, что от женщины зависит в доме, это от нее зависит. То есть тепло, уют, а от мужчины что тогда зависит? От мужчины заработок и любовь, чтобы у жены было желание поддерживать эту ее дом. Одна моя половина сердца говорит, что Люба прекрасна, но я в ней не вижу той первозданности, о которой она говорит. Она должна быть при этом совершенно другая. Вроде она хорошая по поступкам. Все то, что она говорит правильно. И папка рядом, только почему-то Владимир Николаевич, это все говорит правильно. И не верю. На самом деле, просто сама противоречивая. Понимаете, она хочет реализовываться в Москве, но сама еще не знает в чем. Ей нужны люди то традиционные какие-то уважаемые, то наоборот молодые, безбашенные. Сколько ты хочешь детей? Минимум двое. Отлично. Мальчик и девочка. Отлично. Сестры должен быть старший брат. Мое мнение. Спасибо тебе большое за беседу. Очень приятно было с тобой пообщаться. Ну, я думаю, мы с тобой еще увидимся. Спасибо большое. И тебе тоже. Андрюш, а теперь сюрприз. В начале программы я услышал то, что ты любишь мужественных ребят. Поэтому я хотел бы вызвать на дуэль одного из своих соперников. Даже так? Это будет Павел. А он испугался, не выходит вас. Боюсь. Я не слышал. Какая забавная игрушка. Хотелось бы побороться. Понятно. А чтоб все было честно, я хотел бы Розу попросить стать нашей судьей. Ну, а кто же еще-то будет судьей? Ну, приветствуем Розу, да. Поехали. Давай, 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 давай. Это корни твои. Да посмотри. АПЛОДИСМЕНТЫ Есть! Эй! Ладно, победил и друг. Ты вся в науке. Он готовил. Не сомневалась. Конечно. Андрюша не сомневалась. Мал да удал. Спасибо вам. И в доказательство хотелось бы вызвать второго соперника. Да мы верим. Нет. Игорь, выходи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Снимай шапку, говорится. Тогда благодарю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я в шоке вообще. Когда открылись только улицы, я сразу подумала, бутылки видела. Думаю, неужто буду там голову бивать? Я вот прям как в воду глядела. Не знаю. Андрей мне понравился, но вот как он к Любе подходит, не знаю, ничего не могу сказать. Он просто вам не нравится. Нет, она просто завидует, потому что Андрюша клёвый, москвич. Андрюша клёвый, не спорю. Хорошо, что нравлюсь. Люба, как вам, Андрей? Толковый. Мне, в принципе, он понравился. Вот. И когда мы сидели там в комнате, мы сидели рядом, не так далеко друг от друга, я видела, что у него очень добрые глаза. Ваша жизнь может абсолютно измениться. Просто вы из фантазёрки можете просто очутиться в абсолютной прекрасной реальности. Ну, я должна сказать, что человек открытый, откровенный. Вот Луна, Бонни и всё, что внутри, то есть снаружи. Понимаете, поэтому он не будет вскрывать, держать там камень за пазухой, он его просто выложит сразу, если что. Если что-то не нравится, этот человек, который как бы подходит вам и физически, но могут быть столкновения, могут быть проблемы, что-то не понравится, будет высказывать сразу. Только так, диалогом всё решается. И он как раз тот вариант, который лишит вас ложного понимания жажды свободы. А вот как бы понимание свободы вдвоём, не вседозволенности, а именно свободы здесь будет. Хорошо. Но совместимость физическая в таком же ракурсе, как с первым вариантом. С таким-то телом у всех будет совместимость. Но это вы зря. Зря. У вас есть выбор. Вы можете пойти к любому из этих парней. У вас в любом случае поддержат. А где первый жених, второй и третий? За что тесте-то ножичком пырнули? Тесте в первом браке имеется в виду. А во втором тоже пыряли? Нет. Поскольку я лежал в клиниках, я её просил. Найти, пожалуйста, Оля, спаси меня. Оля, я гибну. Я приглашаю всех выйти и поддержать решение любови. Проходите. Привет. Привет. Спасибо. Я очень рад, что ты сделала выбор в пользу меня. Я тоже рада. Мне безумно понравился твой взгляд и то, что ты очень добрый. У нас есть пара, Любовь и Андрей. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожелимся. Привет. Меня зовут Наталья. Мне 41 год. Я работаю руководителем общительного питания. Мечтаю встретить мужчину, состоявшегося в этой жизни, для создания прочной семьи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...